Всем привет! Сегодня сделаем расклад, чтобы он вам сегодня сказал, что бы он хотел вам сказать на данный момент. Что бы он вам хотел сказать на данный момент. Итак, первый, второй и третий. Первый, второй и третий. Так. Будет так. И... Давай мы сюда. Будет так. Чего? Чего тут? Так, смотрим. Жрица. Сама знаешь. Чего спрашиваешь? Сама знаешь называется. Женщина тайна. Женщина летающая НЛО. Что бы он вам хотел сказать? Он вообще не понимает, о чем с вами. Что вам можно сказать? Что вы не знаете, к примеру? Что вы еще не знаете? Тут он, скорее всего, прячет, прячет. Или думает о том, что вы прячете вообще, не открываетесь. Возможно, вы в положении таком. Вы в положении. Ой, боже, боже. Возможно, вы и в положении, девчонки. Тайной женщины. Как-то так. Но вообще, как всегда говорю, обращайте внимание. Из песни слов не выбросишь. Прозвучало, я это услышала. Возможно, вы и в положении. Девочки, будьте внимательны, кто это положение не программировал. Как-то так. Поэтому, что бы он хотел. Может, он боится такого состояния. А оно, вот видите, как пошло. Ну, хорошо. Что? Что по этому? Жрица и маг. Он не знает вообще. Так, что бы он сказал. Фу, рыцарь Пентакли. Не, девчонки, он не знает, что бы он хотел вам сказать. Он не понимает. Тут вы как-то. Тут вы именно. Вы при некой победе. Может быть, в вопросах денег или становления. Хотел бы обоговорить какой-то вопрос. Может быть. Но он не знает, как к вам поступиться. Совершенно не знает. Я бы даже сказала, он по большей степени даже опасается с вами начинать какой-то разговор. Просто опасается. Как-то так. Сам что-то там себе в этом, в голове, этот, ну, мозгу я сейчас обдумываю. От король жезла у нас на обороте. Хотелось бы ему ясности. Ну, во-первых, он бы хотел немножечко показать себя так или проявить себя так, чтобы вы его принимали как за ровню. Не просто как за ровню, а действительно за ровню жрец и жрица и жрец. То есть, может быть, он бы хотел сказать, что я понимаю, я знаю или я умею так, как ты. Что-то такое. Или я хочу так, как ты. Или, опять же, какое-то вот такое действие. Правильно ли я делаю. Ну, как-то так. Или оцени мои усилия. Но. Тут есть большое но. Он опасается, что какое слово бы он вам не сказал или что бы он там какие бы эти не вставлял. Это все будет с неким этим отрицанием. Не надо, не буду, не так, не того, не туда. Вот все, на все это указывает паж мечей, тем более при луне. Вот он еще не выяснил для себя, как ему правильно, как ему это все, да, как ему правильно, сейчас, сейчас, закрыть эти вопросы. Ого. Как ему правильно уравновесить, как ему этих два сфинца, белый и черный, держать в голове, правое и левое, правду и неправду. Ну, или как-то так. А тут такой вопрос, девочки, что, во-первых, тут дорога может быть по миру, может быть расстояние, еще эти два аркана указывают. А во-вторых, он тут какой-то обманку, ну, как бы, тут или вылезти, выкрутиться, или он подыскивает, как закрыть, вот так, или чтобы все-таки что-то не открылось. Ну, или подыскивает правильные слова, а здесь уже пошла шестерка кубков, ну, вот на семерку кубков, может быть, подыскивает правильные ходы на четверку. Правильные ходы, может быть, что-то может быть. Он желает закрыть какой-то вопрос и просто закрыть. А с другой стороны, тут, может быть, еще такая всплывает, но это блиц. Он не хотел бы, просто, он не хотел бы, чтобы вы знали, или чтобы вы... О каких-то его путешествиях, или о его дороге какой-то, или о его каких-то похождениях, или это неправда, или это чтобы это... Если это правда, чтобы это не всплыло, ну, как-то так. Или в этом и состоит обман какой-то, но это все... Не, он вообще через одиночество, через некую мудрость хочет выйти в поворотный, просто повернуть, чтобы... Судьбу к праведности какой-то, ну, он вообще не понимает, на какой козе к вам подъехать. Как-то так. Козу выбирают. Выберет козу и подъедет. Ладно. О, мамочки! Снеговичок, привет! Жжет в очередной раз. Ох, что! Девочки, десятка мечей. Или он, так, или убит, или просто-напросто, я не знаю, ну, горем, эмоциями, этой психоэмоционалкой, мыслями, вообще состоянием, плохо ему. Или, может, он просто, ну, может и хочет сообщить, что, к примеру, конец. Развод и девичья фамилия. Тумбочка между кроватями. Как-то так. Ну, сейчас посмотрим, что это за десятка мечей. А может быть, что он, ему плохо страдает, вообще не понимает, где этот рассвет, встанет ли это солнце. Не могу без тебя. Ну, ладно, все. Это десятка мечей. Что бы он хотел сказать? Смотрим, что это. Ой, да еще и как. Да еще и восьмерка теперь. Здесь уже не могу. Тут еще контракты души. Двойка пентаклей. А тут хотел бы, смотрите, если сообщение, хотел бы написать, но у него не выходит, к примеру. Хотел бы вернуться, но, скорее всего, не выходит. Вот тут такая будет ситуация. И я бы, вот теперь я бы не говорила о том, что все, конец. Вот эта карта возвращенца. Тем более шестерка кубков. При закрытом полу. Девочки, императрица, я вас поздравляю. Да еще и звезда. Ну, все, девчонки. Вы его чего-то. Чего вы его? Тройка кубков, шестерка кубков. Радости он хочет. Тут, возможно, вы на отдаление. Вы для него императрица и звезда. Это уже все. Это неоспоримо. Но тут может быть охлаждение какое-то и отдаление. Вы на отдаление. Потерянная. Тут потеряшечка. Тут вы как-то потерялись. Вы как-то потерялись. Тройка кубков мне не совсем нравится. Но больше как бы нету никаких подтверждений. Поэтому на нее не совсем будем обращать внимание. Он желает возвращения. Тут возвращенец девчонки. О чем бы он вам сказал, ему плохо. Может быть, может быть, он бы хотел спросить вас. Плохо ли вам без него? Вот. Привет, морозка называется. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Ходишь вот там сама без меня. Видите, в этой колоде даже такая прорисовка. Обычно на пятерке двое идут. А тут одна женщина в эту морозную ночь, так сказать. Вот ты отдалилась. Ты закрылась, возможно. И ему плохо. А хорошо ли тебе? Радостно ли тебе без меня? Вот как-то так. Я бы сказала, этот ваш мальчик задает вопросы. Вот ту спинтакли его. Белая карта. Сам не понимаю. Сам не знаю. Где эта жизнь? И тебя спрашиваю. Вот я, король жезлов. Я бы уже действовал. Потому что дьявол. Потому что король жезлов, да еще и дьявол. Сексуальность его прет, девочки. Прет, прет, прет. А теперь смотрите еще больше. Более чем, девчонки. Да еще и луна. Дно колоды, боже ж ты мой. Тут ему действительно плохо. И этот парень как-то, ну, сам не увидел. Или сам, ну, как попал. Попал в селки. Потому что здесь его сексуальность подзавязана на вашей энергии оказалось. Не знаю, хорошим ли, плохим ли. Ну, за вами здесь звезда. Я не думаю, что это как бы по вашей части. Но, ну, что здесь есть что-то плохенькое. Сейчас откроем еще один ряд. Но он в полном неведении. Потому что его жизнь, его жизнь, возможности, шанс как будто бы остались в прошлом. Вот там, где контракт его души, где родные души. А он чувствует эти родные души. Тут по-другому никак. И он бы хотел туда возвратиться. Потому что тут, девочки, открою вам маленький, малюсенький его секрет. У него ничего не получается с другими женщинами. Он может стараться. Он может что-то там искать. Завязывать какие-то знакомства. Но чем ближе, чем ближе к дьяволу. Чем ближе, чем ближе к сексу. Он понимает, что вопрос закрыт. Понимаете, чем ближе у него, уж так скажу, к койке подходит. Его отворачивает, скорее всего, по этому вопросу. У него нету желания. А он сам себе это не может. Он не в состоянии себе это объяснить. Ну, может быть, какое-то прояснение будет в мозгах. Но он не в состоянии это объяснить. Ну, потому что императрица у мужчины одна. Понимаете? Не может быть сегодня эта императрица, завтра эта императрица. Могут быть одна королева, другая королева, третья королева. Но императрица у него одна. И если уж показывают императрицу и женщину по звезде, тем более. Ну, как-то так, по энергиям. Всё, вот. Поэтому он убит. Солнышко, да ещё и солнышко. О, боже, что ты мой. Солнце, туз Пентакли, императрица. Боже, а что произошло? А тут звезда, отдаление на будущее. Тут дети. Боже, что ты мой, что здесь такое? Девчонки, здесь вопрос беременности. Может, у кого-то. Смотрите. Кто-то мог жестко разругаться или как-то так по вопросу. И смотрите. Здесь другое. Здесь не направленность. Здесь женщина, скорее всего, в отрицании. Она могла говорить, что не время, не... Тут мужчина по этому поводу, ну, как убит, выходит. И не убивает его жен... Ну, что там... Тут как-то другая ситуация. Тут как бы... Эти мечи нависают над женщиной. И это закрытая ситуация. И это вообще как бы... Возможности... Мир закрыть. Вы могли... Вы могли поругаться. Могли даже разъехаться. Уйти на отдаление. И женщина действительно стала холодна. Вы тут, ну, как бы не сошлись. Или сошлись в конфликте. Или в недоразбирательстве. Тоже могли... Ну, как-то так... Недовыясненный вопрос. Могла быть... Ну, вот потеряна. Ему плохо теперь. Без вас один настаивал на одном моменте, другой на другом моменте. Но тут красной линией проходят вообще девочки. Тут красной линией проходит беременность. Повторные моменты тоже, может быть, и закрытие этого вопроса, и соединение, и тут не знамо что, и тут притирание какое-то. Это уже не то, что характеров. Это когда люди повздорили серьезно. Ну, как-то так. Ну, понятно, что, скорее всего, не для всех, а только для... Это ремарочка для... Немногих. Так. Все. Поехали дальше. И что нам расскажет такая красавица? О, Тускуков! О любви, да о любви! Я спою тебе о любви! Ну, чего? Сейчас посмотрим. Может, первая влюбленность? А может, все как в первый раз? Наполнение. Эмоция. Эмоция его бьет через край, девочки. Так, эмоции есть. Ох! Разбитое сердце. Ты мне сердце разбила! Ты меня ранила! Я тебя люблю, королева кубков! Ты меня разбила сердце! Почему? Стрелы любви, восьмерка жезлов. Хочу до невозможности. Хочу твоей любви. Ты меня убиваешь. Почему тройка мечей? Почему его сердце болит? Ай, давайте будем разбираться, чего тройка мечей. Коммуникации желает, общения желает. Просто сердце болит. О, не, девочки, ту жезлов. Ему просто плохо. Он изнывает. Я уже думала, неужели предательство? Нет, смотрите, шестерка. Боже ж ты мой! Рыцарь же! Тут мальчик, во-первых, страсть. Сия пучина поглотила пока его. Не знаю, может и их обоих. Но тут страсть. Страсть просто его одолевает. Он хочет свидания. Он хочет приехать. Он хочет быть с вами. Он, ну, тут уединиться. Ну, ну, если первая, ну, какая-то такая... Потому что один туз, второй туз. Тут коммуникация и взаимодействие. Есть ли вообще какие-то... Ну, ну, и женщина очень сильно понравилась. Вот прям его так всколыхнуло. Как будто бы родную душу встретил. И уже изнывает. Прям-прям у него вот это нервы. Все так вот в желание. Сердце щемит. Когда следующая встреча. А если у вас уже это самое, ну, как бы, есть коммуникация сердечная такая, скажем, и сексуальная, то он оторваться от вас не может. Две шестерки, контракты, 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 контракты душ. Он, когда, ну, как бы, уезжает, то, опять же, у него желание... Не успел выйти за порог, как уже вот желание обратно. А надо, к примеру, на работу. Понимаете? Вот тут вот такая энергия. Поэтому я вам это и рассказываю. Да еще и пара. Король кубков. Он парой видит. Парой вас видит. Ну, или чувствует, или в каком бы положении. Действует, маг. Маг, действует, башня. Боже, что мы... А башню-то нам зачем? Что у вас там случилось? Девятка Пентаклей. О, ладно уже. Ага, на работу. Тут уже дела не на работу. Итак, девочки, вы его потрясли до глубины души. До глубины его души. Вот так. Самое лучшее, самое красивое, самое необыкновенное. Это действительно две шестерочки. Взаимодействие и коммуникация. Вы как подарок для его души. Он желает действовать. Что-то тут... Ну, есть какие-то преграды. Ну, возможно, какое-то удаление. Кто-то куда-то. Может быть, и вы, ну, как-то так. Может, вы, ну, как бы, не очень-то ему пошли навстречу. Ну, что-то опять тут... Все-таки сложно ему по этой душе. До конца я не скажу. Тут троек не видно. Не видно троек. Тут могло что-то неожиданно, совершенно неожиданно просто случиться. Вот единственное, ну, как бы, смотрите, в доме пошатнулась какая-то стабильность. В доме из-за этого он не в состоянии проявлять свою любовь. И опять белая карта. Так, как хочет. Или, ох ты! Или он ушел. Вот, ну, как бы... Как-то так его... Ну, зачем? Десятка мечей. И сам страдает. Нету троек, по-моему. Слава богу, нету троек. Ваш мальчик тут... Королева мечей. А король кубков опять вышел. Дно колоды королева мечей. Королева пентаклей. Может быть, и поссорились. Тут какие-то такие разборки были. Женщина, которая вышла в холодный просто аспект. Холодный аспект. Может быть. Но вы для него, он вас видит парой. Вот, как-то так. Просто разругались. Ну, может быть. Некая стабильность пошатнулась. Ну, вообще, карта очень хорошая. Вот тут он просто изнывает. Тут у него есть и страсть, и чувства. И как в первый раз. И постоянно обновление. Да ещё и ревнует. Моё, моё, моё. Да двойка кубков. Всё. При шестёрке кубки. Ну, как бы. Ой, и потерянная вышла. Вот так. По прошлому чего-то. Ой. Разлились. Три кубка. Как-то так. Ну, двойка. Давайте мы спрячем вот эту. Пусть будет двойка кубков у вас. Всё. На дорожку. Миритесь. И празднуйте ваше счастье. Ну, я надеюсь, что это для вас, как бы, хороший знак. Вот. Всё. Счастья вам, любви. Всего наилучшего. И до новых встреч. Пока-пока. Счастья вам, любви.